Военный эксперт Павел Лакийчук, он руководитель проектов по безопасности Центра глобалистских стратегий 21. Господин Лакийчук, здравствуйте. Ага, пока мы объявляли нашего гостя, вот в этот момент у нас связь и потерялась. Да, но именно о военной повестке мы хотим поговорить в контексте изменений в глобальной игре. Вот смотрите, да, вот уже гость с нами есть, тогда мы сразу будем и для господина Лакийчука этот вопрос формировать. Господин Лакийчук, здравствуйте. Добрый день, утрощу роля, здравствуйте. Да, вот мы смотрим на изменения именно глобальной повестки, вот я начну от глобального, да, о том, что Путин не рискнул вводить контрсанкции к странам, которые ввели потолок на российскую нефть. Вот Индия делает Путина, как папа Карло делал Буратино, они покупают юрелс русский за 32 доллара, в два раза ниже, чем даже потолок установили. Ну, то есть, обдираловка в минус. Син Цзиньпинь, как главный коммунист, дает негласную команду помочь, Вашингтон-Пост об этом сегодня рассказывает, помочь больше России и Путину во время этой войны. Ну, аятоллы рада приветствуют единомышленников, которые приехали, главные там чекисты приехали в Иран обучать, как правильно разгонять митинги, а им показывали, как хорошо можно вешать протестующих на кранах. Это традиция чисто иранская, вот на кранах хорошо, стрела поднялась и все красиво. Вот это изменение глобальной повестки происходит или мы выдираем частные новости и пробуем из этого слепить какую-то новую геополитическую картину? Не думаю, что это звезды разных цепей. Это, в общем-то, свидетельствует о том, что в мире происходят серьезные подвижки, и подвижки не в пользу России. Начнем с того, что еще несколько лет назад Путин мечтал о двухполярном мире, возвращении вот такой себе советско-американской доминанты над мировой политикой, возвращении к двухполярному миру. И все он к этому вел. Однако после вот этого нападения, после февраля, в мире все серьезно изменилось. И изменилось причиной, и поводом стали именно действия России. Сейчас для Путина хотя бы приемлемым есть, так скажем, многополярный мир, где хотя бы про Россию будут вспоминать. И с ней будут считаться. Тем не менее, судя по движениям политиков, по движениям такого мирового масштаба, да, двухполярный мир возникает, но явно не между Россией и Соединенными Штатами. Совсем не об этом думал товарищ Путин. Да, но мы эту модель как бы западный мир и восток вокруг Пекина, мы это как бы тоже обговаривали, видели, но по-вашему, мы же помним, как было во времена подготовки и проведения Второй мировой войны. Там были целые блоки, там были оси. Вот в этом изменении, из этих разных новостей, которые идут все эти девять месяцев войны, может ли возникнуть реально союзническая такая ось, которую мы бы обозначили вот так. Москва-Тегеран, Пекин-Дели-Пхеньян. Ну, знаете, ось такая условно уже существует, но назвать ее союзнической осью весьма сложно. Собственно говоря, как и говорить о том, что у нас есть союзническое отношение с теми полсотни стран, которые нас поддерживают в рамках «Хэмштайна», в рамках других форматов, весь демократический мир, который выступает в поддержку Украины, на самом деле это все-таки наши партнеры, они союзники. Втягиваться в войну они не собираются. То же самое, собственно говоря, мы видим и с Россией. Те потенциальные союзники России, которые, я бы даже так сказал, потенциальные союзники России на каких-то этапах ее операции, сейчас многие уже не совсем союзники, и многие не потенциальные. Когда мы говорим о той же Индии, то из стран, на которые очень сильно рассчитывал Владимир Путин еще полгода назад, она явно выпала. И в эту ось присоединился Иран. Неожиданно, не знаю, насколько это неожиданно, скорее всего ожидаемо. И это все меняет радикально. Хорошо. Я понимаю, что когда в игру открыто вступает Иран, тогда кипит и Ближний Восток, и это мы уже видели. Это длинные сценарии, не будем утомлять наших зрителей такими футурологическими вещами. Более низший уровень, уровень фронта, где технологии рулят, и высокоточные дальние оружия. Мы же с вами тоже видели, как на уровне НЛАу-Стингеров мы еще можем, а дальше ни шага. И вот сейчас мы видим, что это как бы последние этапы, как говорит Пентагон, после чего ракеты Патриот появятся в вооруженных силах Украины. Ну а вот еще свежая новость из Washington Post. Это администрация президента Джо Байдена также собирается передать Украине передовые электронные оборудования и технологии, с помощью которых из неуправляемых авиационных боеприпасов, бомб и ракет, можно изготавлять так называемые смарт-умные бомбы, высокоточные, которые снаряжаются вот такой одной системой, и при этом эти модернизированные снаряды с одной такой системой могут точно, с точностью до сантиметров поражать сразу много целей. Вот мы как бы вот такую схему даже показали, как это работает. Вот этот новый шаг в оружии и в технологиях, насколько он повлияет на продолжение и изменение хода этой войны? Любые поставки вооружений, которые осуществляются в Украине, они возникают не просто так. Это сбройные силы, вооруженные силы Украины, соответственно, своей тактике и потребностям просят те или иные виды вооружения от наших союзников, от наших партнеров, а они в свою очередь принимают решение передавать их или не передавать. То есть все, что к нам приходит новое, это хорошо. Вопрос состоит в том, что придет. На самом деле много мы ставили, и не зря ставили на «Хаймарсы», которые оказались весьма эффективным оружием. Потом Украина очень хотела от наших партнеров ракеты для «Хаймарсов» с дальностью стрельбы до 300 километров. Тут пока нам отказывают весьма жестко. С другой стороны, тот же «Рейтион», производители ракетного оружия, именно в том числе и для РСЗО, предлагают такой комбинированный вариант с авиационной управляемой бомбой на стартовике, грубо говоря, от «Хаймарса». Такой тоже вариант предлагается, но Пентагон начинает возмущаться. Мы уже шесть или более месяцев видим эпопею вокруг американских беспилотников высокого качества, которые сначала Пентагон хотел передать Украине, возмущался, Конгресс не разрешал, потому что там есть определенные технологии, которые не хотели бы американцы делиться с несколькими партнерами. Потом военно-воздушные силы поддерживают. То есть такие движения весьма многосторонние в этом процессе заинтересованы, вовлечены. И зависит от того, какое оружие к нам придет, сейчас сказать сложно. Я думаю, что к нам будет приходить по-любому более совершенное оружие, чем больше мы будем переходить к стандартам альянса. Рано или поздно наши партнеры признают нас не просто потенциальными, а потенциально необходимыми членами Североатлантического альянса. И тогда это все радикально изменится. То же самое сейчас происходит с Россией. С одной стороны, партнеры, так скажем, России, та же Северная Корея, Иран, хотели бы ей чем-то помочь. Но та атмосфера, которая складывается вокруг этой страны, она этому не способствует. Китай осуществляет какие-то поставки в секретном режиме. Мы наблюдаем полеты самолетов. Что поставляют китайцы, никто не знает. Это секрет. Они держат в секрете. Надеюсь, что это не какое-то высокотехнологическое оружие. Иранцы, поставки дронов. Вначале говорилось об очень широкой кооперации. Сейчас уже этот формат сужается. То же самое иранские баллистические ракеты. С одной стороны, Иран готов был передать России баллистические ракеты. Но после реакции и Запада, и ряда ближневосточных государств, Иран говорит, хорошо, мы передадим, возможно, передадим России баллистические ракеты, но с радиусом действия, который меньше 300 километров. И движения, они взаимосвязаны и взаимоисключающие, так скажем, одновременно. Да, мы видим, что это очень динамический процесс, и очень много параметров меняется прямо по ходу действий. Но тем временем, как бы, есть два момента. Первый – это пока еще та зима, на которой тяжелая техника больше буксует, чем ездит. Поэтому сейчас, как бы, время контрбатарейных и артиллерийских дуэлей, плюс воздух, плюс дроны, плюс ракеты. Ну, это мы видим. Есть еще и изменения динамические, которые происходят прямо на наших глазах, на территории еще одного агрессивного государства, Республики Беларусь, с которой, в принципе, и первое, и второе слово уже почти что ноль. Я имею в виду и Республика, и Беларусь, фактически оккупированная, контролируемая территория. И вот по ней пошли эшелоны. Потом пошла техника. Потом пошло выдвижение ближе к границе с Украиной. Потом пошли подготовка терробороны и юридическая подготовка о том, как быстро будет раздаваться, мобилизироваться, раздаваться в оружие при фронтовых с Украиной, при граничных с Украиной территорией. Подготовили там на уровне законодательства уже все законы о том, как будет карать тех, кто откажется, либо дезертирует. Вот. Пошла подготовка и для воздуха. Переброшенные самолеты. Прилетели самолеты дальней радиолокационной разведки, да. То есть, ну как бы это уже за много параметров для того, чтобы их сказать, ну это дальше Бальска-Лукашенко играет в игру попугаю-попугаю, но на войну не пойду. Все больше экспертов говорят, что это уже похоже на подготовку. И только потом пойдет этап формирования батальона тактических групп, и они пойдут по земле. Вы тоже так считаете? Или считаете, что это просто игра в блеф от Лукашенко, но только намного больше? Ну, игра Лукашенко намного дольше. Начнем с того, что, в принципе, с самого начала широкомасштабного вторжения, через месяц-полтора Лукашенко начал серию учений, которые они практически не прекращаются. То командно-штабные, командно-штабные меняются на мобилизационные, мобилизационные меняются на оперативно-тактические, потом на комплексную проверку, потом очередные командно-штабные. И так уже длится месяцев восемь. В классике военного искусства подготовка к нападению всегда прикрывается под проведением широкомасштабных учений. Так проще объяснить перегруппировку сил. И, в общем, теми действиями, даже независимо от того, будет ли нападать Лукашенко, будет ли Лукашенко нападать с Путиным, или даже наоборот, так скажем, нападет ли Путин вместе с Лукашенко со стороны Белоруссии, все эти движения на белорусской стороне, они уже имеют результат. Результат тот, что большая группировка наших сил вынуждена прикрывать северный фланг нашей страны от возможного нападения теми силами, которые по зарезу нужны сейчас на востоке и на юге. Это уже первый результат. Второй результат – это то, что такими играми Лукашенко, Лукашенко, с одной стороны, он как бы готовится к войне, с другой стороны, Путин из него выкачивает оружие, боеприпасы, технику. На самом деле, ни Иран, ни Китай, ни Корея являются основными спонсорами, техническими спонсорами войны России. Единственным откровенным его союзником, который передает оружие, технику, боеприпасы, является режимом белорусского диктатка. И тут вопрос состоит, сознательно это делает Лукашенко или нет. Потому что, с одной стороны, если страна готовится к войне, то отдавать кому-то другому танки, отдавать кому-то другому боеприпасы в этот период, ну просто, очень мягко говоря, не разумно. С другой стороны, если это он делает сознательно, значит, Беларусь к войне не готовится. А если его вынуждают это делать Путин, забирая просто фактически у него резервы, возможности, потенциал, при этом заставляя его ввязаться в войну, ну, собственно говоря, режим Лукашенко в таком случае просто превращается в разменную пешку такую. И это вполне возможно. Господин Лукичук, огромное спасибо за анализ ситуации. Сегодня Павел Лукичук, военный эксперт, был на связи с нашей студией. До новых встреч на канале «Утро февраля». Напоминаю, подписывайтесь как на наш YouTube-канал, так и на другие ресурсы, по которым вы сможете быстро получать оперативную информацию в Twitter, в Facebook и в Telegram-канале на сайте. Субтитры создавал DimaTorzok